Таджикистан В Таджикистане 27 ноября в селе Бахаристон района Рудаки прошли похороны Илхамеддина Шоева, умершего при загадочных обстоятельствах в отделе внутренних дел «Вишняки» на востоке Москвы. Ранее агентство Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что вечером в четверг 21 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали 18 граждан Таджикистана в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере. Он отметил, что их задержание проходило при силовой поддержке бойцов СОБРа. По словам источника, среди задержанных был 38-летний мужчина, на котором были надеты наручники, так как он оказывал сопротивление. В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер, сказал источник. По официальной версии, задержанный умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Однако отец погибшего, Шарафиддин Шоев, в беседе с журналистом Радио Азади, категорически опроверг наличие у своего сына какой-либо сердечной болезни. Он также рассказал о наличии синяков и следов побоев на теле усопшего. Наличие синяков и следов побоев также подтвердили родные и близкие присутствовавшие при ритуальном умовении тела. Так один из жителей района Рудаки, Абдурахим Самадов, в беседе с Радио Азади более подробно описал следы от побоев. Следует отметить, что правоохранительные органы РФ постоянно превышают свои полномочия в отношении мигрантов из Центральной Азии, обращаясь с ними как со скотиной. Даже обычные мероприятия по проверке документов проводятся с участием вооруженного ОМОНа, с унизительным заламыванием рук, побоями и издевательствами, о чем свидетельствует множество видеороликов, выставляемых в соцсетях. В узбекских колониях продолжаются раскрутки по сфабрикованным уголовным делам в отношении осужденных за религиозные и политические убеждения. О нескольких таких случаях сообщает узбекская служба BBC, основываясь на документах, оказавшихся в их распоряжении. Так, старший следователь Следственного отдела управления службы госбезопасности Кашкадаринской области майор Джалолов сфабриковал уголовное дело в отношении двоих заключенных, обвинив их в создании религиозной экстремистской организации, в покушении на госпереворот и посягательстве на конституционный строй страны. Примечательно, что все эти деяния инкриминируются заключенному, лишенному свободы в течение почти 20 лет. Тухтаев Абдусамад, 48 лет, находится под стражей 19 лет, и Исабоев Ибрагим, 48 лет, под стражей 18 лет. Абдусамад Тухтаев категорически отрицает предъявленные ему ложные обвинения. В своем письме, попавшем в распоряжение BBC, он разъясняет ситуацию следующим образом. Тухтаева насильно перевели в санчасть исправительного учреждения, хотя у него не было проблем со здоровьем. В санчасти другой заключенный за наркотики, Шакиров Даврон, начал расспрашивать о причине его заключения и задавать различные вопросы. Тухтаев ответил на вопросы собеседника и разъяснил, за что сидит. Как выяснилось позже, это была провокация со стороны сотрудников СГБ, и весь разговор записывался на заранее подготовленную технику. Эта запись и легла в основу предъявленных обвинений. В обвинительном заключении говорится, что Тухтаев и Ибрахимов, вступив в преступный сговор, распространяли идеи Хизбут-Тахрир в местах заключения. По похожему сценарию, были приговорены к 7 и 6 годам продления срока двое других заключенных в Новои – 62-летний Бахтиор Туропов и Накид Сатибалдиев. По словам адвокатов, во время их беседы к ним подошел заключенный и на диктофон записал их беседу. А заместитель имама мечети Косим Шайх Карманского района Исламджон Хамроев, выступавший в качестве эксперта, расценил беседу заключенных между собой, как распространение идеи Хизбут-Тахрир. Следствие вело управление СГБ Новоинской области. Близкие родственники заключенных в недоумении от обвинения в том, что пару людей, находящихся в заключении в течение 18-19 лет под пристальным контролем и постоянным прессингом правоохранительных органов, могут совершить попытку госпереворота или изменения конституционного строя. Правозащитники считают, что сколько бы новый режим не твердил о реформах в области прав человека, об освобождении из мест лишения свободы, обвиненных по религиозным мотивам для соблюдающих мусульман, ситуация остается прежней. Точно такие же методы применялись во времена правления Ислама Каримова, то есть использование заключенных, отбывающих наказание по уголовным статьям для провокации и оказания давления на заключенных по религиозным мотивам. В рамках программы «Предотвращение нежелательной беременности» правительство Японии в ближайшие 4 года намерено поставить Таджикистану более 20 миллионов штук презервативов и других видов контрацепции. Для реализации этой программы Токио выделило 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Радио Зади, директор Национального центра репродуктивного здоровья Минздрава Таджикистана Мунира Ганизода. Целью программы является снижение уровня материнской смертности и рождение здорового ребенка. «Период между родами мы должны удлинять до трех лет, чтобы женский организм был готов к рождению следующего ребенка», заявила она. Напомним, что режим Таджикистана не первый год ведет пропаганду для снижения роста рождаемости среди жителей страны, заявляя, что высокая рождаемость является одной из основных причин экономического застоя. Таким образом, правящий режим возлагает все проблемы на что угодно ради того, чтобы отвести взор своего населения от истинных причин неблагополучия, то есть от порочной и коррумпированной экономической политики режима. Примечательно, что высокая рождаемость у населения Таджикистана является частью культуры этого народа, как и любого другого мусульманского народа, ведь религия ислам побуждает к рождению детей. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Женитесь на любящих и рожающих. Поистине я буду гордиться вашей многочисленностью перед другими общинами». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok